Дорогие друзья, думаю, вы уже примерили на себя вот этот концепт неопределенности, с которым сталкивается каждый человек регулярно в рамках своей жизни. Постоянно что-то меняется. Меняется, мы заканчиваем вуз, начинаем работать, это изменение ситуации. У нас завязываются с кем-то отношения, потом эти отношения... То, что они завязываются, уже ситуация неопределенности. Правда, есть когнитивные искажения. Вам кажется, что вы представляете себе, куда эти отношения вас приведут, но сюрприз, 65% браков заканчивается разводом, а не на одной подушке прощанием, так сказать. Поэтому мы постоянно находимся в ситуации, когда что-то меняется в нашей жизни. Появляется ребенок, это ситуация неопределенности. Ребенок пошел в школу, это ситуация неопределенности. Ребенок пошел в вуз, это ситуация неопределенности. У ребенка начался пубертат с этим подростковым кризисом, ситуация неопределенности. Я не знаю, с супругом рассорились, разъехались, навременно подумать в ситуации неопределенности. То есть мы регулярно с этим сталкиваемся. И очень важно научиться правильно себя вести. Во-первых, сначала диагностировать у себя эти моменты, когда нужно сказать себе так. Вот у меня были какие-то жизненные планы, у меня была какая-то картинка будущего, и вот эта картинка будущего рушится. Значит, сейчас я буду испытывать острый стресс. И это нормально, потому что для нашего инстинкта самосохранения, отсутствия определенности, это, понятно, надо паниковать, надо впадать в ужас и так далее. Значит, первое, что мы должны с вами научиться видеть, что что-то существенное в нашей жизни изменилось. И из-за этого мы испытываем стресс. Второе, что мы должны понять, когда такая штука происходит, это то, что стресс наше мышление делает... Ну, оно у нас и так вообще вызывает массу вопросов, я должен сказать, это мышление. Но, когда ситуация резко меняется, и стресс возникает, мышление становится узким. Оно такое, как шоры вам надевают на глаза. В ситуации стресса эволюционно так было придумано, что если стресс, нужно, так сказать, ничего не видеть, ни на что не обращать внимания и спасаться от угрозы. Ну, потому что в животном мире именно так и происходит. И, соответственно, наше мышление, которое, может быть, даже очень неплохо развито в ситуации стресса, сужается. У нас возникает тоннельное видение. Значит, в рамках тоннельного видения, у страха глаза велики, как известно, мы начинаем думать, как все будет ужасно. Значит, ребенок перестал меня любить, у него просто подростковый кризис. Ну, все, он меня не любит, он не понимает, катастрофа, мы никогда ничего не имеем. Значит, что-то там расстались с партнером, с любимым человеком когда-то. Расстаетесь, и мысль такая, ну, все, я один, я одна, ничего не будет. Я... Вот, то есть у страха глаза велики, и сразу же возникает куча всяких разных таких мыслей про то, как все будет плохо. Остался без работы, умру без, так сказать, без вспоможения. Бедный на улице, несчастный, бомжом помру. Вот, там, я не знаю, потеряли какие-то деньги, что-то там где-нибудь сгорело, прогорело, не пошло. Все, катастрофа, конец света, на этом все закончилось. И так далее. То есть во время неопределенности мы, не зная будущего, снова рисуем себе будущее, но рисуем себе будущее очень ужасное. Зачем это вообще происходит? Это странно. Мы сами себя дополнительно запугиваем. Какой в этом есть глубинный смысл? Вы удивитесь. Это тоже инстинкт самосохранения. Значит, если все поменялось, все стало как-то по-другому, вы не можете жить, как прежде, а по-новому вы не знаете, инстинкт самосохранения говорит, вернись обратно. Вот просто все брось, вернись обратно. Какой лес ты покинул? Что ты здесь оказался? Иди обратно. И поэтому наш собственный инстинкт самосохранения начинает нас запугивать. И вот часто бывает так, люди, значит, живут там 3 года, 5 лет, 10 лет, потом, значит, я в Драбадан все уже больше не могу тебя терпеть, разошлись, и такие, и начинается тосковая, как же, а как же был хорошо, как же так все разрушили. Только что было все плохо, тут вдруг стало все хорошо. Какого ли аду, почему произошло таким образом? Потому что инстинкт самосохранения говорит, так, секундочку, я привык жить в отношениях, а тут без отношений я не привык. Давай, возвращайся обратно, иди туда, к себе, в свое прошлое. Возвращай этот фарш, крутите обратно назад, крутите, давайте немедленно. И мы такие в ужасе. Вроде бы охранительное поведение, но на самом деле для человеческой жизни дико неадекватно, потому что наша задача, как такая история происходит, это энергию вот эту направить на то, чтобы создавать новое будущее, а не заталкивать себя в прошлое. Вот там было хорошо, вот там было хорошо. Везде хорошо, где нас нет, это известное правило, понимаете. Но как только изменяется, мы говорим, вот как мы хорошо жили. Вот эти раньше на Новом году говорили, Новый год, пусть все плохое останется в прошлом, будет все хорошее. В последнее время из-за тотальной неопределенности все говорят, так, давайте вспомним, какой был замечательный год с пандемией, какой был замечательный год там и так далее. Вот, конечно, когда неопределенность, нам хочется вернуться в определенность. И дальше вы начинаете придумывать страхи, которые вас пугают и еще больше запихивают обратно в этот ужас, чтобы вы вернулись в прошлое. И вот первое, что мы должны сделать, это осознанно... Второе, первое, сначала заметить, что мы оказались в ситуации неопределенности и в ситуации стресса. И второе, мы должны обязательно понять, чем мы себя запугиваем. Вот что, какими у нас в голове появляются пугающие мысли, которые говорят нам, что все будет плохо, и, значит, беги, собственно говоря, в это свое прошлое, возвращай фарш обратно. Вот, собственно говоря, сейчас задача будет четко для себя сформулировать вот весь набор пунктов, которые вас вот там в этом будущем пугают. И будьте здесь максимально честными с собой, потому что на сознательном уровне вы можете говорить, да нет, все нормально, просто я в депрессии или там еще что-то. Нет. За каждой депрессией, за каждым страхом, за каждым раздражением, за каждым недовольством обязательно скрывается что-то, что вас пугает, что будет плохо. И вот вы должны для себя четко понимать, как вы сами себя запугиваете, желая как бы отбояриться от неопределенности будущего, пытаясь себя как-то обратно всунуть в кажущуюся определенность прошлого, которого уже нету, потому что туда дороги закрыты назад. Ну, что поделать, страхи гонят нас обратно, запугивают. Так что давайте сейчас фиксируем для себя все, что вас пугает, что может с вами происходить дальше. А как с этим быть, мы поговорим с вами позже. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, вы зафиксировали для себя все страхи, которые вам мерещатся, пусть даже на уровне подсознания. Если есть страх, тревога и так далее, какой-то ужас у вас в голове есть, и вы его зафиксировали, и понимаете, чего вы на самом деле боитесь. Значит, у кого-то это может быть страх, связанный с тем, что там, если вы остались одни, что в жизни все будет ужасно, вы навсегда остались одни, и никто больше не захочет с вами это иметь дело. Или может быть страх, что там от вас кто-то отвернется, что там друзья не будут поддерживать отношения, там и так далее. Это может быть страх того, что не будет средств на содержание самого себя, своей семьи, жизни, там и так далее. Это может быть страх, что потеряете работу, или ваша работа будет невостребована, там и так далее. Это может быть страх финансовых проблем, которые могут возникнуть вследствие того, что вы или профессию потеряли, как бы какие-то особенности изменения в профессии произойдут, нужно будет что-то осваивать, вы не сможете освоить какой-то новый навык, там и так далее. Что зарплату будут платить меньше, что вы заболеете, случится какая-нибудь еще неприятственность, вы будете недееспособны и так далее. У вас возникает большое количество страхов, задача которых удивительная, парадоксальная, бессмысленная, абсурдная, иррациональная, по сути являющаяся когнитивным искажением. Когда вам говорят, значит, не нравится тебе изменившаяся ситуация, иди в прошлое. Вспомни, вот как бы, как было все хорошо. Деньги были, семья была, любовь была, все было, иди туда. Пугает страх наш. И вот теперь у меня к вам вопрос. Посмотрите на свой этот список, вот от того, что у вас там, ваших страхов. Значит, вопрос такой, как поведет себя нормальное живое существо, если ему сказать, что оно заболеет, осиротеет, будет одно, никому не нужное, ничего собой не представляет, бедное, больное, бедное, бездомное и так далее. Как оно будет себя вести? Оно будет вести себя, как страус, который что делает? Бацка, есть опасность. Не вижу, типа нет. Это так дети тоже себя ведут. Они что, испугались, они бегут за мамину юбку, спрятался, не вижу, нет. Вот так спрятался, не вижу, нет. Глаза закрыты, что такое? Это, понимаете, неготовность смотреть на обстоятельства дела. И эффект страуса – это название для когнитивного искажения. В чем суть? Суть состоит в том, что когда вы испытываете, вот эти вот, ваш мозг сам придумывает опасности, угрозы, беспокойство и так далее, вы в этот момент не хотите смотреть на эти опасности. Но секундочку, эти опасности ненастоящие. Если вы так хорошо способны видеть будущее, почему вы не предвидели, что с вами произойдет то, что повергло вас в ситуацию неопределенности? Но если вас что-то повергло в ситуацию неопределенности, значит, ваше представление о будущем было ошибочным. То есть вам казалось, что будет так-то, так-то, мы проживем долго, умрем в один день, дети будут нас всю жизнь любить и бегать за нами, значит, с воплями «Спасибо, родители, за наше счастливое детство», ваши собственные родители, значит, еще что-то и так далее, начальники ваши и прочее. У вас была конструкция, при которой вы не предполагали, что произойдет на самом деле. У вас было иллюзорное восприятие будущего. Улавливайте. И сейчас у вас тоже иллюзорное восприятие будущего. Потому что будущее неизвестно. Мы не знаем, что будет происходить. Но сейчас, когда вы пугаете себя и засовываете голову в песок, вы засовываете голову в песок не для того, чтобы видеть возможности, а чтобы спрятаться из своих иллюзорных, ошибочных прогнозов на будущее. Наши прогнозы на будущее всегда ошибочны. Жизнь значительно более затейлива, чем нам может казаться. Она готовит нам сюрпризы. Вся жизнь – это череда сюрпризов. Будущее всегда не определено. Мы его не знаем. А если нам кажется, что с нами случится плохое, то другое, пятое, десятое и так далее, это точно такая же иллюзия, как и любая другая. И наша задача понять, что когда мы занимаем позицию страуса, понимаете, мы оказываемся в дико уязвимом положении. Потому что мы не смотрим, мы не хотим смотреть на пугающее будущее, но при этом мы не смотрим на настоящее с точки зрения использования его для построения нового будущего. Почему эффект страуса, а не мышки-нарушки? Понимаете? Потому что вы даже в наружку-то не можете забраться. Вы, наоборот, стоите задом своим, так сказать, красуетесь, всем привет, так сказать, у кого есть интерес. Вот мы тут стоим гуттаперчево, понимаете? Голову в песок спрятать можно. Можно спрятаться от всяких разных гипотетических проблем. Но от реальной жизни вы не спрячетесь. От того, что вам сейчас нужно что-то менять в себе, в обстоятельствах своей жизни, принимать какие-то решения и так далее. От этого невозможно спрятаться. Это нужно делать. Если вы этого не сделаете, ситуация просто ухудшится. Вот же такой эффект страуса. Это вовсе не спасение от опасности. Не вижу, значит, не будет. Да будет, наоборот, еще даже хуже будет. Будет, так сказать, недооценка бездействия. Вот. Еще одно когнитивное искажение. И как только вы понимаете, что вы сами себя запугали, сами залезли головой в песок от иллюзорных страхов, вы не сможете найти для себя решения, которые вам необходимы сейчас, в которых вы сейчас нуждаетесь. И это главный смысл, который содержится в этом когнитивном искажении, о котором, конечно, нужно говорить более подробно и обстоятельно. Но здесь мы с вами просто понимаем, что мы теряем себя не потому, что где-то мы были и потерялись, а потому что мы уходим в иллюзорные переживания, как страусы, вместо того, чтобы принимать серьезные решения, которые требуются сейчас. Потому что если ситуация изменилась, надо к ней адаптироваться. Вот такие дела.